Друзья, всем привет! Давайте уважать время друг друга и воспримем это время максимально с пользой, с акцентом. Друзья, обратим внимание сюда на сцену. Все, кто меня слышит, поднимите руку. Отлично, красавчики. Очень рад всех приветствовать, тех, кто улетал и приехал, тех новых лиц, кого мы еще не знаем. Обязательно со всеми познакомимся, потому что здесь организовывается очень крутое комьюнити, которое максимально эффективно взаимодействует. Мне сегодня выпала честь представить блог по NFT, и я расскажу вот об этом новом веянии, что сейчас максимально внедряется в нашу вселенную. Несколько дней назад Марк Цукинберг переименовал свой Facebook в мета, тем самым он поддерживает развитие виртуальных технологий. Друзья, я буду немножко... Я буду немножко подглядывать в телефон, потому что я подготовил презентацию и текст. Не крутой профессиональный спикер, поэтому прошу отнестись с пониманием. Я не сторонник метавселенных и больше за дополненную реальность, в которой нашу жизнь технологии будут только улучшать, а не вовлекать нас в виртуальную реальность. Согласитесь, абсурдно сейчас стремится в виртуальный мир, хотя мы сейчас уже на самом деле живем в виртуальном мире с офигительной графикой. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Каждый день у каждого из нас есть возможность заработать столько, что хватит на несколько поколений на самом деле вперед. И сейчас тот самый бум, тот самый заход NFT, который очень сильно врывается в нашу жизнь и позволяет различным креативным художникам, дизайнерам, творцам, певцам зарабатывать на их творчестве в совсем новом амплуа, то есть в том, о чем они не думали. То есть вы, например, сейчас, имея армию в тысячу поклонников, которые на вас подписаны и ценят ваше творчество, можете легко продать свой трек, свой релиз, свою картину, даже свой пост, отцифровав его в NFT и выставив на одну из цифровых площадок. Это может заинтересовать людей с точки зрения именно как бы дать вам респект как человеку или вдохновиться именно вашим творчеством. Продолжим. С появлением Park Space Ubud перестал быть, так сказать, отлетевшим, и теперь это место, где проходят сотни и тысячи ультрасовременных и амбициозных людей каждый день. Проводятся большие конференции, назначаются встречи. И, скорее всего, Park Space станет некой меккой зарождения NFT на Бали. Практически все картины, которые вы сейчас видите здесь, отцифрованы уже в NFT. Часть из них уже анимирована. Вот здесь показано, как мы анимировали картины, которые физически здесь висят на втором этаже. Это моя любимая картина «Масон». То есть она проводится через 3D, 4D программы и получается уже реальный NFT, за который люди и коллекционеры готовы платить деньги. На данный момент цена этой NFT стоит полтора эфира всего лишь. Но согласитесь, что уже более интересно выглядит, чем просто живая обычная картина физическая. И если эта картина принадлежит вам, каждый человек, приходя мимо, сканируя QR-код, видя дополненную реальность уже, как она оживает, видит, что вы хозяин. То есть здесь проходит много конференций, много миллионеров, много ребят, кто в этой теме сейчас будет развиваться и они будут именно у вас перекупать уже, когда они сканируют любую из картин, которая находится здесь. То есть вот это одно из применений именно NFT в обычном художественном плане. То есть как заработать художником, как заработать балийским художником, как заработать современным. То есть вот такой вот подход я могу вам рассказать. На самом деле вот эту картину я бы даже оставил себе, поэтому при минтинге еще поторгуемся с вами за нее. Дальше. Следующий проект. Как я уже говорил, я занимаюсь несколькими проектами. Это NFT для блогеров. Мы взяли за основу кейс Месси, который продал за один день свою коллекцию за 3-4 миллиона долларов. И Пэрис Хилтон, который продал свои 3 NFT за 1 миллион долларов. Наша первая российская селебрити, которая стала обладательницей своей, так скажем, NFT-галереи, это Анюта Райс, армия подписчиков, в 3 миллиона. Как вы думаете, ее поклонники, какую цену дадут за ее работы? Вот одна из первых работ. Это оживили ее из самых популярных постов с 100 тысячами лайков. То есть ее поклонники, уже практически 1300 человек, записались на релиз, так скажем, на пресейл. Ее NFT-платформа запущена на новой платформе, в которую смогут добавляться другие известные блогеры. Им не нужно даже разбираться, как это работает, потому что команда уже помогает полностью в минтинге, в продвижении, в подводке, так скажем, к продаже NFT. Главной философией платформы Aura NFT является то, что с каждой продажи арта 20% от суммы идет на благотворительность. И вы, кстати, сможете вместе с нами поехать, присоединиться, когда мы будем делать добрые дела по острову. И это еще не все. Я оставил самое интересное напоследок, то, что меня действительно впечатляет. Хотелось сделать действительно что-то интересное, что-то наполненное смыслом, достижением, как я привык. И идея была в том, чтобы сделать на вершине самого высокого на Бали вулкана, самой его высокой точки, нарисовать на рассвете NFT. По легенде, бог Шива взял верхушку горы Кайлас в Тибет и перенес на Агунг. Теперь выседает там с другими богами, пристально наблюдая за жизнью всех людей, которые живут на острове. Именно поэтому тут так быстро реализуются наши мысли. Изначально идея была сотворить нечто уникальное, а вышло действительно еще и неповторимое. Все было не случайно с самого начала. В один из дней мне позвонил мой друг и сказал, что он познакомился с художником, и мне обязательно нужно с ним встретиться. Встретившись, я предложил ему сотрудничество, посмотрев на его работы, на что он мне ответил, что так часто к нему приходят с такими предложениями, но ему ничего не интересно, потому что другой уровень, левел. Я говорю, не, мое предложение тебе 100% понравится. Так и случилось. Я рассказал ему, он мне рассказал следом историю о себе, от которой я тоже был в шоке. То есть это человек, которого пригласили во Вриндаун с вашим, самый знаменитый, расписать его изнутри 20 лет назад. То есть туда не допускают людей даже пешим, то есть туда на четвереньках только допущено заходить. То есть такой художник имеет своеобразный опыт и допуск рисовать богов, мантры. А мы как раз-таки пошли на Агун рисовать бога Шиву. Продолжим. Мы стали готовиться к нашему приключению, и даже день был выбран не случайно, а астрологически рассчитан на самое благоприятное время, идеальное для приключений. То есть выбиралось 16 число, лучше потратить на активный отдых, увлекательное путешествие и посвятить себя искусству. То есть прям бинго по всем статьям. Это для нас был первый знак. Купили холст, взяли оператора, нескольких гидов-носильщиков и отправились покорять самую вершину Бали, вулкан Агунг. На протяжении всего подъема мы слушали мантру Шиви, но за час до вершины нас ждал второй знак. Я думаю, 16 октября его ощутили, все, кто был на Бали. Если кто помнит, в эту ночь было землетрясение, и хочу у всех попросить прощения, потому что это был еще один знак для нас, который проверял наше намерение, двинемся мы дальше, либо развернемся. Гиды снизу начали лазером и уже сигналить, что подниматься дальше небезопасно, но нас это только раззадорило. Это был действительно знак, что мы с твердыми намерениями, и что философия и задумка наша доведется до конца. После оползня мы продолжили путь, еще активнее напевая мантру, и с рассветом на вершине Агунга мы начали рисовать самую уникальную NFT в мире. Посмотрим. Что произошло? При подъеме у нас огромный город и трещит земля. В первом мгновении удара стихии видно, как из жилищ выбегают люди и бросаются в рассыпную домашние животные. Ребята подкашиваются к рынке, прямо носится просто какая-то полиогребная губа. В общем, это отличный сигнал для того, что мы идем верным путем. И вот я вам покажу кусочек того, что мы нарисовали. Это дальше сейчас идет в 3D Motion Design. Это все будет оживляться. И 20% от этой картины пойдет на благотворительность. Философия здесь заложена. Бог Шива, криптомайнинговая ферма, на экологичном майнинге. То есть я призываю, на самом деле, своим манифестом, чтобы большинство майнинговых ферм перешло на альтернативные виды топлива. Потому что это то, что не приносит миру, по сути, ничего физически приятного, но это транзакция, это какие-то подписи, это обмены, именно майнинг, но это вредит экологии. И если, как одна из стран сделала, от энергии вулкана, если все будут переходить на нечто подобное для майнинга, то это будет максимально эффективно для нашего земного шара. И в завершении я хочу сказать, что трудности на нашем пути делают результат намного приятнее и придают ему ценность. Поэтому не бойтесь трудностей и всем спасибо. Спасибо.